...правлена. Хотя бы одна. Только бы Мария Эмилия поняла, почему я так поступил. Поняла, что я люблю её, что я всегда любил только её. Но она не хочет даже разговаривать со мной. Бедняжка. Она переживает из-за сестры. Я едва не заплакал, когда увидел, как она её любит. И это после всего, что Моника натворила. Ей сейчас плохо. Оставь её в покое. Это трудно. Я понимаю, что должен подождать. Ладно, я пойду. Ты остаёшься? Да. Мария Эмилия, я здесь. Я с тобой. Не уходи. Не оставляй меня одну. Мне уже недолго осталось. А мне надо многое тебе сказать. Гуччи не глупый парень. Да и эта девчонка ему подходит. А ребёночек, какой милый, верно? Теперь он возьмётся за ум. Да. Только дети могут проделать такое с мужчиной. Заставить думать. Остепениться. Мы же все только гости в этом мире. И должны вести себя достойно. Возьми хоть Монику. Она делала всё, что хотела. И раз, всё кончилось. Отлеталось. Бедняжка вряд ли поправится. Это не только здоровье касается. С чувствами то же самое происходит. Ты продолжаешь жить, а твои чувства умерли. Ты о чём? Я говорю о нашей любви, Мегелон. Я ухожу. Совсем. Не говори так. Не надо так говорить. У нас впереди ещё целая жизнь. Бог дал мне возможность покаяться перед тобой, прежде чем я уйду. Прежде чем я уйду, навсегда. Послушай меня, всё будет хорошо. Ты оказалась права. Если бы я раньше тебя послушалась, ты всегда желала, чтобы я жила достойно. Просто. Так же, как ты. А я? Я над этим смеялась. Я думала, что ты ничего не понимаешь. Что счастливой можно стать только обладая богатством. Но я ошибалась. Но я ошибалась. Я была очень глупой. Эгоистичной. Я мечтала только о роскоши. Я мечтала только о роскоши, о золоте, машинах, вещах. И чего я всем этим добилась? Ожерелье. Золотое ожерелье, Франциско. Он хотел отнять его, а я не давала. И поэтому мы... разбились. Я не смогу забрать... забрать его с собой. Не ожерелье. Не все, что ты мне купил. Бабушка, что ты с собой взяла? Абония. А что... что я смогу показать, когда предстану перед Богом? Если у меня нет души. Нет чувств. Ничего. Боже мой, сестра. Ты стольким пожертвовала ради меня. И чем же я тебе отплатила? Я разрушила твое счастье. Забудь это. Я уже забыла. Кое-кто этого не забудет. Тот, кто помнит все наши грехи. И скоро я перед ним предстану. Мне страшно. Не переживай. Бог знает, что ты раскаялась. Да, я сожалею. Да. Я сожалею о том, как поступила с вами. С тобой. С Йоландой. И с Франциско. Не разговаривай. Тебе нужно беречь силы. Ты прощаешь меня, Франциско? Да. От всей души. А ты, сестра? Мне нечего. Нечего прощать тебе, Моника. Ну да. Я принесла тебе зло больше, чем всем остальным. Я не смогу умереть спокойно, если... Если ты не простишь меня, будь милосердна. Прости меня. Да, да. Я прощаю тебя. Прощаю, сестренка. Не плачь. Не плачь, сестра. Не плачь. Мне уже лучше. Господи. За что нам все эти испытания? Я заслужила наказание. Я рада, что вы простили меня. Осталась одна Йоланда. Но я знаю, она тоже меня простит. Мария-Эмиля, поцелуй Гуччо. Прости меня за Алехандро. Пожалуйста. Будь счастлива. Будь счастлива с ним. И ваше дитя. Ваше дитя пусть тоже будет счастливым. Молись. Молись. Молись за меня. Пожалуйста. Молись за меня. Нет. Моника, нет. 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 Нет, сестренка. Прощай, Моника. Надеюсь, ты обретешь покой. Я сейчас даже завидую тебе. Ты кажешься спящей. Я никогда не видел тебя такой спокойной. Словно тебя озаряет внутренний свет. Свет души, который был, незаметен, пока ты не умерла. Прощай, Моника. Спи спокойно.